Всем привет! Сегодня будет немножко смешное видео, в котором я буду озвучивать самого себя, потому что это видео я записывал на английском языке, но я принял решение записать два видео, на английском и на русском, и посмотреть, как они будут ранжироваться алгоритмами YouTube. Это видео интересное потому, что я простой любитель, я не какой-то профит-рятлет, я не веломастер, я во всем разбираюсь сам, и вот это вот интересная практика, интересный опыт, в том плане, что я делаю из шоссейного байка велосипед для триатлона, ну и, скажем так, буду показывать конкретно пункты, с помощью чего я этого добиваюсь. Первое, это, конечно, лежак, аэробары. Эти аэробары называются Vision J-Band, стоят они буквально 40 евро, я купил их в магазине Gamba Cicli, итальянский такой магазин интересный. Они хороши своей длиной, они хорошо на этот руль встали, их довольно удачно подходит, их длина для того, чтобы мой локоть был чуть-чуть ближе ко мне, а не далеко от меня, да, из-за размера велосипеда. Собственно, классные лежаки, бывают лежаки короче, но я рекомендую брать такие, на которые можно на конце за что-то ухватиться, да. Не хватает намотки, кстати говоря, я со временем ее сделаю, поэтому хорошие лежаки, всего лишь 40 евро и вы можете работать лежа. Хотя, конечно, вся аэропозиция требует доработок, я об этом расскажу позже. Седло. Селе модель Италия X, Селе Италия модуль X она называется, зеленое, оно немножко шире, потому что наша попа требует определенного комфорта. До этого у меня был физик Антарес R3. Оно было слишком узкое для меня и оно было, ну, довольно скользкое, хотя я бы не сказал, что это проблема, да. Иногда очень тяжело передвигаться на седле, если нужно чуть-чуть сместиться. Интересный момент, что я для установки аэробара менял руль. Я поставил руль, это Zip руль, который стоит тоже около 30 евро, но если у вас у шоссейного велосипеда руль не аэро, то можно ставить руль старый. Я просто заменил, потому что у меня не вставал лежак. Так, собственно, колеса тренировочные, фулькрум обычные. У меня есть гоночные Zip 434. Я поставил D-Zero Quark. Это не к триатлону относится, это просто я поставил мощь и мер, которым пользуюсь регулярно. Что еще? Да в целом-то и получается это и все. То есть по факту для того, чтобы стать аэродинамичным, вам нужно поставить лежак и все. То есть я показываю просто свой пример, где поменял еще и седло. Но еще более важный момент это то, что я развернул подседельный штырь. Это бесплатно на этом велосипеде, на этой модели велосипеда. Это бесплатно, потому что это S-Wars Venge 2015-2016 года. У него есть такая возможность, еще у некоторых моделей велосипедов есть такая возможность развернуть подседельный штырь для того, чтобы ваша позиция была более наклонена вперед. То есть вы относительно центра, относительно каретки, вы смещены больше вперед. То есть мало того, мы двигаем максимально вперед седло, так еще мы и разворачиваем подседельный штырь, чтобы оно еще чуть-чуть двинулось вперед. Это все делается для того, чтобы мы могли быть более аэродинамичными и чтобы мы могли использовать те мышцы, которые мы можем, скажем так, сохранить для бега. Тут я показываю свою, собственно, позицию. Можете увидеть колесо, которое я использую, потому что у меня покрышка была надета на карбоновое колесо. И тут я немножко разогреваюсь, регулирую высоту и можете посмотреть вот на мою позицию. В целом-то, в целом немножко, конечно, далеко не идеально, но я поясню сейчас. Работа над посадкой – это большая длительная работа. Это довольно тяжело. Например, чтобы вы понимали, я для того, чтобы сделать свою посадку максимально комфортно для себя, сделал такой самостоятельный бэкфит. Никому не рекомендую, конечно, это, но это то, к чему я пришел и что делал самостоятельно хотя бы. Я заменил вынос. Сейчас стоит вынос на 70 мм, до этого был на 90 мм, то есть на 20 мм сократил, потому что мой друг-велосипедист, увидев в Инстаграме видео, как я еду, сказал, что руль у тебя, Рустам, далековато. Я понял, что я вообще с размером велосипеда промахнулся. В идеале мы идем, конечно, к бэкфитеру и разбираемся за всеми этими моментами. В общем-то, в целом-то и все. Собственно, показываю здесь, как лежит велокомпьютер, какой вид сверху. Подкрутил немножко седло, которое у меня опускается. В двух словах, если про бэкфит говорить, видите, вот нога в нижнем положении должна быть почти выпрямлена. То есть мы должны, по идее, выстегнуться, поставить туфлю, пятку на педаль, педаль в самое крайне нижнее положение, и у нас должна быть почти, ну, не почти, а ровная нога. Вот примерно вот один из способов, да. Сижу я не идеально, но всему свое время вообще я планирую, конечно, купить разделку по-хорошему. Итого, во сколько обошелся апгрейд и сколько стоит сделать велопосадку Аэро, да. Если не делать и экономить на бэкфите, чего я не рекомендую, конечно же, то выходит, что всего лишь там евро 50-80. Ну, собственно, в целом-то и все. Но будьте готовы к расходам, там, сменить вынос, поменять седло или что-то еще. Возможно, питьевую систему, да. Но я пока питьевой системе, если честно, не заморачиваюсь, потому что думаю, что в целом-то воспользуюсь просто флягами. Проходим, показываю здесь еще раз, да, нахваливаю седло. И сейчас начну рассказывать про шипы. Что такое шипы, да. Шипы должны быть у нас в определенной позиции. Вообще, байкфит дело тонкое и буквально какое-то небольшое изменение шипов или изменение позиции шипов, или то, что у вас шипы вдруг станут какими-то другого цвета, да, более жесткими, или нужно, наоборот, их делать иногда более расслабленными. Это все требует тонкой настройки. Но если вы готовы разбираться, как я, например, просто собирая информацию, анализируя, то надо смотреть больше видео и узнавать, узнавать, узнавать. А при матернейшей боли разбираться, при малейшем дискомфорте. Здесь я показываю, что шипы нужно сдвинуть максимально назад. У триатлетов, у некоторых, я видел вообще, что они просверливают отверстия определенные и двигаются чуть ли не до самой середины эти шипы для того, чтобы сохранить ноги для бега. Вот. Поэтому, друзья, всем спасибо, что могу сказать. Надеюсь, вам понравилось. Пишите комменты. Извините за такой формат. Возвращаю русский язык. Буду пилить видосы на русском. Поэтому не переключайтесь, жмакайте лайк и подписывайтесь на меня в инсте. Кстати, есть еще телеграм-канал, где я выкладываю все свои тренировки и тренировочные недели. Пока-пока.